вот так вот вот дальше что хотел сказать пропустите пропустите на второй третий год сгнивает место которое называется переход воздуха в почву то есть граница воздуха и почвы деревце живо а палка которая должна держать ее сама уже держать надо она уже сгнила еще раз подчеркиваю это самое страшное место переход земля воздух отсюда проблема еще раз только сеянцы имеют корневую шейку только сеянцы и только сеянцы надо садить вот все остальное отгнивает довольно быстро и одна из причин с этими уродцами карликами с искусственными штамбами искусственными которые из ничего по палку на полу наткнули откуда у них корневая шейка вот это надо еще раз напомню на фото во вложении абрикос королевский у него идут две ветки осенью один отрезать для прививки а второй оставить этот сорт корнесобчины или об отрезать для прививки вот смотрите присылает мне вот такой вот это это сеянец вот видно выращен правильно если сверху лежат с коррупкой значит корневая шейка у него там где и должно быть на границе земля воздух ему предстоит долгая жизнь но я бы давно бы тут два варианта или бы уже это весной посадить на постоянное место или уже нельзя так дальше расти надо было закопать так же под лицо тогда бы мы создали условия близкие к идеальным пусть в горшке может быть мы перспектива куда-то дальше переехали теперь один вопрос во первых почему хотите использовать как привой когда-то культурный абрикос пусть из косточки но можно и как подвой можно для этого берется так во первых у вас ценный материал осенью вы можете отрезать не полностью оставив вот такой вот столько оставив выше все отрезать и использовать для уже верхнюю часть вот эту часть использовать как привой то есть другие привой не нашли абрикос подвой найдете сливу найдете тёрт допустим а вторая ветка пусть развивается как ничего не бывало можно ли в одну из них вот эту использовать как на неё же ну он культурный считается королевский даже сверх культурный как подвой ну желтый чертся привейте что-нибудь еще лучше будет опырение они сильно тоненький он а это пока тоненький если получать с косыми он будет полноценным расти растим еще это старый снимок не старый снимок но первое полное лето так значит еще раз моя война с крышальным хозяйством я не могу остановиться знаете почему у них вот все ошибки какие только делают садоводы то есть они узаконены они когда обращались ко мне чтобы у нас это самое грязью поливаете а у нас за плечами мировой опыт а этот мировой опыт настолько не похож на россию да то есть он все уничтожает этот мировой опыт они так до сих пор ничего не научились я просто я хочу как в каждом вебинаре еще будет проводить вот помаленечку буду переучивать людей вот почему вот то что вы видите это лечебная смола она заживила раму допустим ее можно использовать если там парадонтоз у человека можно использовать как же она имеет второе название вот живица официально комедия течения ну или что она пишет комедия течения инфекционное заболевание которое однако ослабляет растение вот это дурь когда вместо того чтобы сказать слава богу что растения имеют возможность самолечения и избавилась божесть своими руками и трансфикатором подходить к нему ну глупость дичь вот начиная с этого начинается это дичь где-то когда-то 100-200 лет назад появилось это первый же человек не очень умный это потом мы их назвали классиками но они были такие же как мы он идет в посуду как тот этот самый чукча что видит а то он поет увидит дерево больное караул вот она а потом он начинается давайте вырежем это вырежем а потом будем замазать а в чем подлость вот этого этих самых знаете что они потом делают вот вспоминаем придумано лечебное средство живица на основе этой же смолы то есть тут пишется что это болезнь а в другом месте они ее собирают живицу соскаблить деревьев делают препарат как она может продать так и называется живица а так их его продать надо а думаете они не знают что ведущий порядок они меня изучали они знают они от меня даже это возмущали что я их позорю и получается что получается что идет лето для того чтобы продать живицу они пишут надо делать летнюю обрезку а потом ран понаделте крыль надо замазать а просто не трогать и не надо никакой живицы не надо колесить дерево не надо тратить деньги приходит осень я это все показывал я просто успокоиться не могу мои оппоненты мировой опыт называется осень приходит надо опять сделать обрезку вот нехрен делать перед зимой делать обрезку а вот берите живицу и замазывайте что вы думаете начинается осень поздняя а надо делать поздней зиме поздней осенью обрезку вот а теперь замазьте живицу опять у меня там есть все это начинается зима уже казалось да не то что это дерево у меня уже впереди это как стекла выбить или рамы выставить открыть дверь на зиму в хате вот побить все стекла повынивать оконные рамы да вот то же самое искалечье дерево а потом удивятся почему холодно да потому что холодно и давай эти чем-нибудь зашивать этот проект вот этот дурь вот а почему им просить не могу величайшая подлость на свете когда поддельный железок я раньше думал что они просто тупые не знают что вместо меня выставили фальшивого железа а как понимают их провокация была а какой скандал а сколько у них прибавилось этих вот и плевать что сами позорились плевать что это вот люди писали это не настоящий железо он не мог так цитаты от меня мои эти постулаты да а потом такое мурлот вот это не железо и когда человек пишет это не железо раз стерли а люди мне пишут а потом когда я пишу думаете они стерли мои эти у меня сейчас есть вот не так и надо было теперь появился настоящий горизонт а какой скандал они ни при чем как они пишут модератовый человек это функция вот вот эта функция вот они со мной рассчитались тысячи людей считали что я тот самый дебил подлость невероятная но я теперь что я говорю меня не трожьте тронули получайте вы это самое работаете на эти как называется на рекламу вам плевать что вы учите людей убивать деревья я совершаю глупость за глупостью знаете я сейчас это не выдержу вот сейчас у меня есть вот как же с ними это не рассчитаться вот почему они на меня же набрасываются смотрите мне надо найти публикации СМИ смотрите я начал эти публикации вот это превосходное хозяйство вот это такой идиотизм такой идиотизм а зато красиво есть чем заполнить страницы смотрите дальше подлость пополам вот вы видели вот яблони вот смотрите на нее и вот это еще ну что ты будешь делать красиво жить не запретишь ну это подлость то какая а это а потом все это падает вот а за это они не могут вот взять мы же оппоненты вот мой закон соподчинения почек как можно было бы продвинуть садоваться да если вот это вот научить людей вот этому почему им надо обязательно писать все что уничтожает деревья это проклятие а вот это уже кусочки моей книги смотрите вот их посадка дебильная ну ладно я отвлекся дальше не буду а то мне все знаете как вот чего это это маленькая часть того что это самое что творится да часть этого вы уже видели вот представляете сейчас дальше не будут пойдем дальше так почему они не хотят печатать то что помогает людям они не сажают таким образом таким образом абсолютно